Первый объект, который посетил министр регионального развития Булат Жамишев по прибытию в Кустанайскую область, стал микрорайон Аэропорт. Застройка здесь идет полным ходом. В этом году планируют создать в эксплуатацию два пятиэтажных и один девятиэтажный дом по программе «Доступное жилье-2020». В этом же году к заделу новых домов приступит и казахстанская ипотечная компания, которая в общей сложности возведет здесь 16 жилых зданий. Один из проблемных вопросов, который озвучили местные власти, заключается в нехватке средств на строительство жилья для людей, стоящих в очереди на получение квартир. По арендам очередников у нас очень небольшие средства, порядка миллиард пятьсот на год выделяется. Это дает нам возможность строить 150-200 квартир. Очередность же у нас порядка пятьсот очередников. Ежегодно мы поднимали вопрос, когда у премьер-министра были, что очень большая очередность. В городе сейчас ехали, говорили, около восьми тысяч именно для очередников. Поэтому большая просьба увеличить до двух миллиардов. Это позволит в два раза нам увеличить по строительству этого гарярного жилья. Проблема, как отметил Булат Джамишев, в целом понятна. Но с учетом параметров республиканского бюджета на предстоящие несколько лет, выделение средств возможно только по государственной программе «Доступное жилье». О каких-то дополнительных суммах речь вести будет, наверное, просто невозможно. Поэтому ориентируйтесь на то, что в рамках программы «Доступное жилье» финансирование, безусловно, будет обеспечено. Ну, собственно, я так полагаю, вы из этого и сходите, когда свои планы готовите. Как вариант, министр регионального развития страны предложил расширить возможности по линии жилстрой Сбербанка, а именно предоставление населению предварительных займов. То есть, когда люди, имея определенную сумму на руках, могут получить остаток средств без накоплений. Этот вид кредитования особой популярностью пользуется в южной и северной столицах. Однако развивать его можно и в регионах. Можно было бы акценты сместить, допустим, с Алмата, на Костанай, на Петропавловск, там, где вот этот вопрос актуален. Он меньше актуален сейчас в Алмата, в Астане, но он по-прежнему актуален в целом ряде областных центров. По мнению Булата Жамишева, данное направление может стать одной из возможных схем расширения объемов строительства сверх тех, которые строятся по госпрограмме. К тому же, по словам Акима области, приобретение жилья через жилстрой Сбербанк сегодня пользуется спросом у жителей области. Боржан Ержанов, Евгения Финько, РТН.